Денис Симачёв С трёх лет он не выходил на подиум после дефиле своих коллекций и воздерживался от общения с российскими журналистами. В Одессе для программы «Алгебра моды» Денис Симачёв изменил своим привычкам. Говорил много и с удовольствием, не скрывая деталей и очень умело подчёркивая свой образ. Когда решили выходить на Запад, то первый вопрос, который возник, это что мы будем им предлагать, с чем мы придём, с каким продуктом. И объективно, проведя анализ, стало понятно, что ничего кроме русского, советского, нашего родного, мы грамотно преподать Западу не можем. В связи с тем, что мы не являемся ни французами, ни итальянцами, ни англичанами, мы русские. И у русских есть своя история, свой менталитет, свои корни. Мы, собственно, его и пытаемся продвинуть, этот менталитет, на Запад. То есть, как бы, рассказать, кто мы такие на самом деле. Вопрос возникал ещё 6 лет назад, когда мы сделали первую коллекцию, что тема интересная, но небольшая, как бы, её невозможно долго использовать. Но мы, как бы, всеми уже, там, 12 коллекциями доказали, что оно не теряет в себе интерес, а только приобретает с каждым разом. И, да, как бы, тот пласт культуры, который находится, ну, как бы, у русских людей, живущих по всему бывшему СССР, он неисчерпаем, я думаю, хватит на все коллекции, на мою жизнь, ещё на моих детей. Когда я заканчивал институт по специальности обувщик и кожегалантерейщик, то я прошёл уже все курсы и курсы моделирования, и курсы набивки рисунка на ткани. И практически весь спектр модного бизнеса я его закрыл. И поговорил с очень таким уважаемым старым человеком в нашем институте, зав. кафедры. Он мне объяснил, что те, кто умеют строить обувь, они умеют строить всё. Мы анализировали у нас возраст клиента от 16 до где-то 60. То есть это настолько полярные два человека, там, чуть ли не внук и дедушка. И между ними ещё папа, как бы, находится. Их, наверное, что-то объединяет, что-то, наверное, душевное, родное, русское, понятное всем и не зазорное для ношения на Западе. Потому что очень многие вещи покупают при поездках на Запад, чтобы там показать свою принадлежность к России, как бы, к бывшему СССР, там, или ещё что-то, чтобы каким-то образом у человека появилась гордость. Она необходима людям, и они её таким образом в себе восполняют. Так получилось, что Одесса второй город после Москвы по, как бы, по ажиотажу потребления торговой марки Денис Симачёв. То есть, как бы, тут столько настоящих, искренних фанатов, от души фанатов, людей, понимающих, что мы делаем, что мне очень, как бы, респектует, нравится. И тут всё готово для того, чтобы открыть монобренд. Отдыхаю я тоже своеобразным образом. В зависимости от времени года, я занимаюсь каким-либо из экстримов. Это либо серфинг, либо сноуборд, либо мотогонки. Мотогонки, как бы, мотогонки, как бы, в любое время практически происходит. Поэтому всё время закрыт этот вопрос. Я всегда где-то свою усталость выхлёскиваю на какие-то спортивные мероприятия. Это нормально, потому что тот ритм работы и жизни, который сейчас у нас происходит, он, ну, как бы, не позволяет расслабляться. И ты должен быть всегда в хорошей физической форме, всегда бодрый и всегда вот на этой грани между, там, опасностью и таким прозябанием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Денис Симачёв стал победителем национального финала международного конкурса Смирнов International Fashion Awards. На конкурсе дизайнер представил коллекцию «Квази-будущая вечность», которую увидели не только в Москве, но и в Гонконге. Основа каждой его коллекции всегда историческое явление и отменное качество. Дизайнер считает, что только изделие, произведённое вручную, может дать ощущение энергии, душевного тепла. Как утверждает Денис Симачёв, залогом успешного продвижения бренда является не только талант и удача, но и команда, с которой можно чувствовать себя режиссёром, правильно расставляющим по местам нужных людей, способных вместе создать неповторимые коллекции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Денис верит в молодых талантливых дизайнеров России, которые смогут совершить переворот в мире моды. Именно поэтому он пошел преподавать в Академию легкой промышленности, чтобы поддержать начинающих модельеров. Для создания своих коллекций Денис Симачев использует в основном только отечественные материалы, работая на компромиссии между очень дорогими тканями и очень дешевыми. Это лен, хлопок, драб. Обувь, которую делает Денис, тоже из российской кожи, обработанной по ручной технологии сороковых годов. Она непромокаемая и носится достаточно долго. Сейчас продукция под брендом Денис Симачев продается в девяти магазинах. Кроме Москвы и Питера, это Франция, Италия и Япония. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова